Вы не думаете, что она вас бросила? Нет, что бросила, не думаю. Дочь, не заинтересованная судьбе пожилой матери, гражданка Казахстана почти без документов, без денег и без жилья. В начале сентября история Ляли Куропаткиной тронула многих зрителей. Она жила в больнице почти месяц. Врачи не решались выписать ее на улицу. В настоящее время наша койка используется как хоспис. Мы ее уже научили ходить, она сама передвигается, все. У нас просто не поднимается рука, вытолкнуть ее на улицу и сказать, что вот бог, вот порог. Однако после наших обращений в разное ведомство Ляли узнали. Буквально через несколько дней ее приняли в центральный дом-интернат. Пока проживание за счет бюджета учреждения. Может управление, да, управление вправе оказать материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что сейчас мы и делаем. А еще выделили деньги на сбор документов, госпошлину и фото для нового паспорта. Сейчас бабушки делают разрешение на временное проживание, чтобы оформить пенсию в России. Пообщаться с ней мы не смогли из-за карантина в интернате. В ее случае все закончилось хорошо, но так происходит не всегда. Даже в наш центр Бомж, как мы его называем, мы не можем поместить иностранного гражданина, потому что согласно административному регламенту, там он и предназначен для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского края. Понимаете, что их привезли с улицы. Мы их полечили, мы куда их должны отправить? В улицу. У нас ресурсов заниматься ими же нет. Ну вот попытались, ну что-то удалось. По словам главврача, пациенты, которые изначально пришли с улицы, отдельная категория. Их могут не принимать в приюты из-за плохого поведения. Но становится больше случаев, когда люди намеренно не забирают из больниц своих пожилых родственников. Что делать в таком случае медикам, прописано правилами, но с этической точки зрения вопрос не решен. Так Управление соцзащиты продолжает поиски дочери Ляли. Это ускорит получение документов для матери, но пока поиск безуспешен. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.